15 февраля вспоминают россиян, которые исполнили свой воинский долг за пределами Отечества. Дата призвана почтить память воинов-интернационалистов. В этот день, в 89 году, последняя колонна советских войск покинула территорию соседнего государства. За 10 лет войны через Афганистан прошло около 620 тысяч советских военнослужащих и гражданского персонала. Шурави так уважительно называли и называют наших бойцов сами афганцы. История примерами показывает, что защищать свою страну приходится постоянно. Эдуард Козлов служил в Афганистане в рядах советской армии. Сейчас возглавляет союз ветеранов «Боевое братство». Сегодня я поздравляю всех, кто прошел дорогами Афганистана с праздником, с окончанием войны. Всех, кто сопереживал нам, кто участвовал, помогал. Наши близкие, родные, просто люди, которые относятся к защитникам Отечества. Эдуард Козлов уверен, молодежь, которая рассказывает о войне, будут помнить о подвигах погибших солдат и офицеров. «Боевое братство» проводит акции «Памяти павших», ухаживает за могилами погибших. За время войны в Афганистане погибло свыше 14 тысяч советских солдат и офицеров. Несколько сотен пропали без вести. Мы помним всех, кто сражался, и благодарим их за подвиг. Сотрудники Магаданского отделения Росреестра подвели итоги работы за 2021 год. Показатели деятельности организации высокие. Почти в два раза больше зарегистрировано в упрощенном порядке прав граждан на дачные дома и земельные участки. Низким остается показатель отказов в государственной регистрации прав. Количество выявленных нарушений земельного законодательства сократилось на 10%. Работа управления, можно сказать, признать ее работой удовлетворительной. Так, по рейтингу среди всех управлений Российской Федерации мы находимся на 12 месте по вопросам цифровизации. В данном случае идет много заявлений поступает нам в электронном виде, который обрабатывается в кратчайшие сроки. Некоторые проблемы управления связаны и с коронавирусом. В 2021 году произошло сокращение штата почти на 20%. Тем не менее, организация справляется даже с такой непростой ситуацией за счет оптимизации. Продолжение следует... 11 февраля в дежурную часть отдела Министерства внутренних дел России по Магадану поступило сообщение о совершении ограбления в кафе на улице Пролетарской. Сообщила о преступлении сотрудница заведения. Она рассказала, что молодой человек разбил стекло входной двери, проник в кафе и вынес из кассы имевшуюся выручку. Сразу после инцидента злоумышленник скрылся. Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. Максимальное наказание – лишение свободы до 7 лет. По судебному решению, обвиняемому была избрана мера наказания в виде заключения под стражу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА